1 сентября, голуби улетели, бля, школьники в школу пошли, уроки неплохо прошли, домой иду, донат несу, лайк не поставишь, я в карман тебе носу. Нормально! Хорошо, да? Бля, да, это было неплохо. Скажи мне, у меня такая тема интересная возникла на фоне последних событий, нет, не 1 сентября. А ты видишь, подожди, извини, я тебя отвлеку, ты видишь объявление, куплю резиновый хуй в рот и в жопу, ну ладно, ты просто продолжай, я просто случайно увидел объявление в чате, ты извини, тут просто иногда такое попадается, так ладно, давай, продолжай. Это что сейчас было, бля, я что-то не понял, я хотел спросить, почему Буратино, ну, собственно, из обычного полена белый, да. Почему Буратино не Нига? Вот реально, ребят, представьте, что Джузеппе, тут, кстати, одного из врачей, я хотел сказать, врачей зовут Джузеппе, а насколько я помню, Джузеппе, по-моему, отец Буратино. Я вот подумал, а чего если Буратино был бы Нигером, предположим, родился в гетто, его выстрогали бы там где-нибудь, в каком-нибудь гетто в Нью-Йорке, в подвале, да, мексиканского заводика. Если бы Буратино был бы Нигером, я думаю, что он бы в школу не ходил. Смотри, Витя Пранков, прости, что перебил, там Витя Пранков подрочил возле первого блока. Он встал просто от меня задом, потеребонькал и подошел ко мне поздороваться. Какая ужас, что это было? Это подлеще, чем объявление, которое я тебе прочитал еще недавно, буквально две минуты назад. Я внимательно тебя слушаю, твою теорию, почему Буратино не черный. Да. Подожди, так я же начал уже развивать эту мысль, так Буратино не черный, почему он не черный? Потому что автор из Италии, автор был итальянцем. Кто же написал-то Буратино? Это же итальянец же написал, правильно? Да, Джузеппе. А он был белым. Буратино, просто шоколадный бичес. Джузеппе Верди, блядь. Вот, и он, короче говоря, решил. Он долго думал, на самом деле, над тем, что бы мне придумать историю. Значит, что-то выпил. Ему пришла идея в голову, думаю, напишу-ка я историю про деревянного мальчика. Как такое вообще могло, в принципе, на нормальную голову прийти, ну, вот человеку, да, в принципе, на нормальную голову никак. Поэтому человек что сделал? Дунул, и ему пришла в голову эта мысль, сделаю-ка я белого деревянного пацана. Ты знаешь, мне иногда казалось, что вот у нас на уроках труда в школе, когда мы ходили, ну, занимались резкой резьбой по дереву, дерево имело специфический запах гари. И мне кажется, что наш трудовик тоже, блядь, немножко Джузеппе, потому что он, ну, как бы стрёмный был, понимаешь, от этого. То есть ты дышишь, вот, выжигатель, я думаю, что в советской школе, или даже чуть подальше от советской школы, уже где-то ближе к 90-м, 2000-м, была такая тема с выжиганием на дощечках. Была, была такая тема. Так вот, когда ты выжигаешь на дощечке, ты вдыхаешь себе прекрасный запах гари. Так. Гари. Гари, ага, вот он, вот ты к чему, оказывается, ведёшь. То есть он, блядь, получается, да, блядь, наношелся с этой херни, и ему пришла в голову идея вылепить белого парня из куска дерева. Да. Нет, подожди, до сих пор не доказано, какого цвета кожи и какой этнической группе относится Буратино. А какого он, блин, рода уже доказано. А почему, кстати говоря, он был парень? Вообще, в принципе, Буратино, всё, что мы знаем про него. Он решил же ведь ему орган, правильно? Нет. Ну, по крайней мере, в книге такого не было, чтобы это было рассказано. Слушайте, я выстругал ему хер. Ну, предположим. У Буратино член не рос, у него только нос рос. Он был патологическим лжецом, учтись, и факт. Подожди, я поспорить с тобой хочу. Мы же не видели, что там внизу-то было. Может, у него одновременно с носом росло и то, что внизу. То есть когда он врал, у него росло всё. И наверху, и внизу. Только внизу мы не видели, и это почему? Потому что то, что росло внизу, росло вниз. Нет, подожди. Ну, у Буратино действительно могло не быть половых органов. Это правда. Ну, а ты откуда знаешь? Потому что у Буратино нет возможности размножаться. Он может только врать. Нет, ну он же мог же ему сделать орган-то. В принципе, да. Ну, у любого стручка есть заковыренка, ты же знаешь. Нет, ну Буратино тогда... Тогда он же обиженный, получается, тогда человек жизнью. Но он вообще не человек. Он только потом стал им. А, подожди, так, минуточку. Мы с тобой вообще про что же говорим? Он же потом в конце стал же вроде как реальным, да? Вроде как, ну, человеком. Или не стал? Да. Ну, если у него изначально не было органов... Не знаю, у Гугл Бабы что-то свое, по-моему, на уме, как бы. Подожди, мы с тобой сейчас совсем вовлечемся в эту тему. Просто если он изначально был с деревом, и с дерева сделан... Смотри, чувак, сыт. Ты понимаешь, что вот чувак сыт... Вот смотри, как интересно. Мексиканец поссал на нигера. Гарри Поттер везет меня... Ну, то есть чувак, которого зовут Артем Касавин, выглядит как Гарри Поттер и куда-то везет меня. И это совсем не история из жизни Пиноккио. И это совсем уже не история, блин, про Пиноккио. Зачем ты сел к этому человеку вот в шляпе? Я выхожу, я выхожу сейчас. Пиноккио был очень наивным. То есть это как бы олицетворение типичного ребенка того времени. Ребенок наивен. У ребенка еще не выражен ярко, ну, то есть как бы половой признак, понимаешь? То есть он потом уже понимает, хочет он быть мальчиком или девочкой. И он сразу патологический врон. Пиздебол по-нашему, допустим. Пиздеб, в общем, да. В общем, я понял, да. Ну, так а что он делал-то? Он приходил и врал, 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 врал. И от этого у него рост нос очень сильно и постоянно, и очень долго. Но он же хотел, чтобы у него рост, наверное, не нос, а кое-что другое. Поэтому ему было вдвойне обидно. Он приходит к папе Карло и говорит на ночного. Слушай, бать, тут такое дело. Меня все в школе спрашивают, кто я, мальчик или девочка. И как бы мне уже надо определиться. Выстругай мне там внизу что-нибудь, чтобы, блядь, мне уже определиться как-то. Что ему ответил папа Карло на это? Слушай, бать, я так хочу телочек и пать. Ну дай-ка мне, ну что-нибудь, ну бать. Ну тем, чем я, мы бог бабем и пать. Ну прикрепи ты у меня назойливый тот хер, что, блядь, из дерева ты сделал уже себе. И прикрепи его ко мне. Да, да. Прекрасно же. Да. Ну превосходно. Это действительно феноменально, ты понимаешь? Я тебе объясню. Дело в том, что Буратино находился в возрасте пубертатного периода. Ну, может быть, не находился, но, по крайней мере, уже к нему подходил. И влечение к девочкам уже только-только должно было появиться. Но Буратино очень любил деньги. То есть Буратино был наивный, Буратино врал, и Буратино хотел разбогатеть, чтобы его папа, ну тот, кто его сделал, естественно, жил, как говорится, в достатке. Ага. По-моему, так. То есть первого, да, первого Буратино, точнее даже Полина, в данном случае, о котором мы говорим, его интересовала именно финансовая составляющая, чтобы все было хорошо. То есть он не думал о девочках. Но деньги-то он любил точно, да. Деньги-то он очень любил. Он же недаром ходил по полю и собирал там нахрен бабло. От всех, понимаешь? Я вообще не очень понимаю, к чему мы ведем. Мы ведем, я не знаю вообще. А, мы вообще изначально с тобой... Я смотрю за 500-м, по-моему. Или сейчас, если у человека остановится, я посмотрю, человек на его статусе. Давай, давай, ты мне скажи, где ты? Ну, рублей у него. Ты остановишься, клоун? Я понимаю. У меня какой-то Олег Мистерио хочет отвезти куда-то. 408. Посмотри на Р-ке на 408-го. Ни хера себе, что он делает. У тебя клоун должен быть, да, по-моему? На 408-й, да? 408-й, да. Он переоделся, отлично. То есть на работу он пришел как клоун, переоделся в еврея. Хорошо. Мы с тобой обсуждали, почему Пиноккио, Буратино, собственно, светлый. Ну, светлое дерево. Да, да. Почему он белый? Например, у меня стол из темного дерева. Понимаешь? То есть есть темное дерево. Есть даже дерево... Стол диггер, да? Нет, не черный. Такое темновато-красного цвета, я бы сказал даже. Да, я понял тебя, да? Есть специальное такое дерево, которое лежит, допустим, на дне морского, на дне океана там очень много лет. И оно очень ценится. Есть пробковое дерево, допустим, тоже. То есть разное есть дерево. Почему Пиноккио белый, блядь? А действительно, что же это за дерево-то за такое, что он стал белым? Подожди, из какого же дерева он его в итоге, блин, выстругал-то? То есть получается, что он нашел где-то какое-то уникальное, редкое дерево. Редкое, уникальное белое дерево. Такое растет, наверное, только где-то в Африке, в определенных местах, очевидно, да? Где там высокогорье. Ну, я так думаю, да? Он нашел это редкое дерево. Редкое, которое охраняется там какими-то законами туда-сюда. Он его срубил. И почему-то ему в голову пришло, что обязательно из дерева, из этого вырастет... Ну, даже не вырастет, а он сделает ребенка, который будет разговаривать, ходить и думать. Да? Из полена, из полена. Мы забыли про то, что, скорее всего, Папа Карло был, наверное, зависим от наркотиков. Возможно, у него в жизни было все плохо, и потребление каких-то дешевых продуктов с наркотическими веществами, с дешевым бухлом давало такой эффект, как галлюцинации, предположим. Ну, не только с наркотиками, очевидно, проблемы были. Наверное, еще и с алкоголем, и вообще, в принципе, с запрещенными препаратами. То есть у него были проблемы, он, наверное, стоял на учете в органах опеки, хотел сказать. В органах где-то, да, правоохранительных. Где каждую неделю к нему приходил человек и проверял, как он себя чувствует. Ну, есть такие органы, которые проверяют. Не те органы, про которые ты подумал, а действительно органы. Правозащитные. Полицейские. Милицейские. Вот. Они приходили, и каждую неделю его проверяли, и его стоит здоровье. Вот, а в один прекрасный день они пришли, а у него сидит деревянный парень. Причем это только ему видело, что он разговаривает, ходит, бегает и общается с ним. А это просто дерево, это было просто кусок дерева с носом. С руками, с ногами, и еще не пойми с чем. Ну, полено, короче, одним словом. Да, он его одел, и он с ним общался. И пришли эти органы, ну, не опеки, а, не знаю, там, из клиники психиатрической. Значит, посмотрели на него и спросили у него, с вами все хорошо? Он говорит, ну, в принципе, все нормально, за исключением того маленького момента, что я сделал себе ребенка. Из полена. И он со мной разговаривает, ходит в школу, блядь. И вообще не пойми, чем занимается. У него постоянно, блин, нахрен растет нос, потому что он постоянно мне врет. Однако, здравствуйте, это у нас ГТАнсам, пардон, Аризона Брейнбург, и очень важные животрепещущие темы обсуждаются на повестке ДАМ. Вообще, мы начали с какой темы? Мы начали с темой, почему, в общем-то, Буратино белый. Я предлагаю, пускай ребята в комментариях напишут, почему, по их мнению, Буратино именно такого. Объясню, тут не белый-черный, а вот оттенков дерева дохера. Мы не в этом плане, что он там черный, белый, зеленый, это там, блядь, китайцы. Не в этом плане. Мы в плане того, почему он в кино и в мультике, и в книге вообще белый. Реально. Почему так? Что он не красный, не зеленый, не с какими-то оттенками там серо-голубых. Вернемся уже, наверное, к нашей все-таки конкретной цели. В данном случае это у нас сентябрь. Ребята пошли в школу. И мы посмотрим, насколько учеба повлияла, допустим, не то, что на онлайн, а на поведение игроков. Насколько они стали более безумными, насколько это вообще проявляется. Да, но дело в том, что я нахожусь сейчас, как ты видишь, наверное, рядом с Мэрией. Нет, я не вижу, потому что я срежу периодически за игроками. А, хорошо. Я, короче говоря, нахожусь сейчас рядом с Мэрией. Так что предлагаю тебе... Ну, давай на кого-нибудь ТП что-нибудь просто. Ну, я имею в виду, посмотрим через РЕ. Давай, посмотрим через РЕ. 43-й, вот первый самый, 43-й, да? Так. Так. О, здесь у них вентище. Ну, тут у них игры. Игрище. Ты отстой. 590, чувак, написал. 590. Ты отстой. Я не знаю, кому он это написал, но кто-то из этих ребят отстой. Ой-ой-ой. Это могло бы смахивать на Диморган, но это не он, потому что это все игрище. Смотришь, сколько зовут? Саймон, Саймон. Деньги мои где Саймон? Я видел Алексея Брейна. Дайте денег. Ты знаешь, тут часто вот, ну, сука, дайте денег. Денег дайте, сука, сука, денег дай. Дай, дай. Да, дай, постоянно все люди хотят денег. У нас много денег. Привет, Ютуб. Скрывать не будем. Ты денег дай. Слушай, давай, может быть, к ним, ну, это рискованное понятие. Не-не-не, не надо. У них свое мероприятие, понимаешь? Просто ищем, да, 144, например. Давай. Нижний ряд, пробьем сейчас весь. Рома Зет. Рома Зет ходит с платку в левую руку. Ну, а дело в том, что Рома Зет работает механиком, как ты видишь, и он занимается починкой автомобилей. Рома пока занимается просто херотой какой-то. Он стоит на месте. Рома две с половиной минуты уже стоит на АФК. Так, тогда предлагаю, знаешь, кого? Давай 414. 414, давай. Нормально Дон Баркер, они все стоят на АФК, что ли? Да что с вами, ребят, такое происходит. Да я смотрю, школу плоху лейтого. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай до 562. учат школе учат школе учат школе когда на тебе убивать лохов туда учат школе ты не поверишь но нам что-то везет это чувак тоже на какие-то лалычи вообще это настоящий он пишет кто пишет давай я двести пятьдесят пятый может давай посмотрим кто это 255 это тони эвент эвент тони эллен эвент 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 вот у тебя сделаем сейчас смотри чата дофиги что не винт за роту не винт мы увидели твое сообщение ты поприветствовался здорово давай точно кто не винт удиви нас нам не хватает угара удиви нас здорово ну ты уже здоровался давай скажи что нибудь еще твой какой самый смешной вопрос олег ай лав ю тебе задавали в жизни вот реально у юнас давай давай я ему вопрос задал его видно да да какой самый смешной вопрос тебе задавали в жизни главное чтобы он не понял что это ты как будто мне его задал давай давай быстрее мы пойдем быстрее давай мы тут не можем долго стоять ты девственник а это не самый смешной вопрос не знаю если бы мне бы задали такой вопрос я бы не смеялся чё смешного то нет ты давай именно про смешной вопрос действительно блять чё смешного когда ему задали этот вопрос ты слышал он смеялся чувак это не смешной вопрос блять это вы это тоже вопрос который тебе задавали что что-то было он пишет его хуй все так а мы куда идем с тобой самый смешной вопрос а кто это учитель за спросила блять я не уточнил кто спросил кстати пойдем и уточним блять вот он вот давай а кто давай вот так с тобой разговаривать а кто спросил мне просто интересно учитывая какие ему вопросы задавали знаешь я к нему рядом подходить поэтому я ему задал вопрос кто спросил у меня дают конверс деньгами мама туа ничего сего какие вы блин разговоры то ведете то на досуге нормально так и ты и ты хохотать начал да я ему вопрос задал просто а что ты задал в чате я его спросил он написал мама я его спрашиваю твоя мама или твои девушки спросил у тебя и та и та прикинь нормально так поздно спрашивать уже такие вопросы когда дело сделано да ладно когда уже всунул свою папиросу слишком поздно задавать такие вопросы и я вёт нибудь вы назвали ожидай пополнение в банды своих бандосов ですか 500 давай посмотрим на 500 так ну в общем панк ну в общем-то почему он не отвечает у него нет оружия у него только сигареты в руках вообще никотин самое страшное оружие прийди сюда 326 давай посмотрим что там у нас раз никто у нас ничего не нарушает не кажется как-то ребята успокоились школа началась и ребята успокоились брейн пиходи как пикадиль ёпта пиходи пиходи 207 давайте ходилки пойдем на 207 сходим посмотрим чё там запихать олежка хилларк что ли и лари хиллари олежка хилларк 314 читер давай посмотрим где он был а вот свои спит нормально он спит че он читер то очевидно их 4 тоже ведь спят да а читеры любят спать я не знаю приведет ли читеры спать все они всего наверное отправили куда-то или он вышел скорее всего он лег спать и вышел представляешь и к что еще рано для того чтобы спать рано вообще-то как бы рановато да так нас вернули обратно где мы были раньше до этого так теперь предлагаю смотри что теперь я тебе предлагаю смотаться на и смотри чулку опять да 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 не обращай внимание это не обращай внимание внимание только спиной к нему не ставай какие вопросы мы блин задавали хохотал просто безумерно к нему нельзя спиной ставить какие вопросы в детстве смотри он какой-то девственный ваяж кто калит вот он как пошел так он просто нюхает кусты он нету вот он даже и написал себе блять посрал я нюхаю кусты походу очень штырил на меня я нюхаю кусты а остальное все фигня давай лет он же посрал там блять он потерся сука нахера я туда залез зачем я предупреждал что к нему спиной не заставать так он еще там и гадил изгаженный в нем отсюда мне не нравится это когда тут водит зря и ребят непонят передай привет кому в антону олег ты знаешь в антона в антон а или вон ты ну ты вон ты знаешь нет а должен привет передать я не знаю тут тут был так написать что мы ему привет так а пойдем знаешь куда я тебе предлагаю сходить знаешь куда на 80 10 то чтобы сказать 80 а там два мотоциклиста леонардо нельсон и еще какой-то виктор нельт обратно обратно я надо дарнуть делайте что это тп ко мне для сэлфи пожалуйста это кто 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 где он я уже не успел посмотреть а хочешь кикнуть его ну это слепнуть давай дожди ты его слепнул там он здесь смотря как то он так быстро то уже добежал то олег т.п. исполнит мою мечту сэлфи с брейном не звать 2 вот олег 228 давай 228 у человека айди 228 вот он в доме нет он не в доме он на доме я провалился ты прикинь я я хотел готов сделать и провалился зачем зачем ты это делаешь охренеть это круто все я умираю наверное но я не умру ей если ты мне скажешь куда переместиться 228 только быстренько давай а что у него вообще что случилось нормально нормально все я свяжу как он разбивается хотел я разбиваюсь на куски алейкум салам там пишут четыре семь семь давай последим давай пишешь последить 4 7 7 захаров слушай тут все спящие какие-то неадекваты происходят а твою мать а захар ты чё интересно ему говорят что эти усы не очень его как бы делать сексуальность на чувак должен быть мужественного усы передают ему не не знаю что даже сексуальности наверное как он сам думает а какой-то фил пришел в это в китайской робби это же по моему костюм и кимоно смотри и не брейн 520 говорит как тени тунс блять тени 520 давай посмотрим что там у нас вот так вот они все тут а ну так я предлагаю сделать чё гуту давай кто тут не брейн ну-ка кто не брейн здесь ребят вы чё блять я в текстуре блять ты действительно в стене смотри я в свою руку подожди ты пахнись ты пахнись блять я упал давай еще раз еще раз ты пахнись вот к нему же вот сейчас уже должно быть все хорошо так я проваливаюсь нахер что ты заваливаешься ладно какой у тебя там айди не скачи какой айди опа бля амаз нормально все ну чё там ты про кого-то говорил что он не брейн койка чья свободная койка брейн приди усатое общество 207 это где это кто еще сказал вот 207 это ты 207 иди сюда я 4 3 3 я посмотрю нет тут парень бегает они это 503 503 блять порядковый номер стой порядка что это за организация это больница какая-то или посмотрела чек него стат кто он это военная база номер какой-то я же приди хотим скрин 26 мы ходим по скринам или мы отменим ну по сути давай пока мы будем ходить по скринам потом если что-то случится мы подменим давай давай пока 286 посмотрим а потом уже по мере нет я не против конечно такого но хотел на какие-то читеры были вася ну чё делаем go to угол баба гугл баба вселяется в что это было как обмен продолжить причитайте мою жалобу на админ не будем мы читать некие жалобы интересно у брейн алекс ай блять так школьничек куда мне идти увези меня с собой заверит ты в класс скорее я останусь проводить его куда-нибудь куда мне проводить его куда к синей машине школьный автокар всё с тебе у лидера за так как передача спросите блять была бы такая передача спросите у ловила у лидера просите у ливера и а что это передача алекс про что там ну спросите у кого то там ну была такая передача по телеку сверз directive чего-то там у кого-то там адвоката какого-то что ли как им быть а в этом блатка передача помнишь там где все люди там блин звонили еще чуть спрашивали тут тут оказался так блин так быстро вот и мне скажи он же был вот там я вообще не знаю где ты я тебя не вижу вот я тут бегаю вот вот ты ко мне бежишь так от молекаре хочу фотку с вами 68 ну давай раз уж мы решили так с тобой сегодняшний вечер проводить давай так проведем брус брейн вот пока бля колдун пришел кто ты rockstar family брюс брейн ебать это сербская гугл баба гугл мужик нахуй интересное как будет по-сербски алекс позитив давай алекс самый позитивный я понял блять где твой сербский друг сука какой алекс алекс самый позитивный ну это что-то когда я нет нет позитивный по позитивный и так скажи что нибудь позитивный сербии как дело она не говорит сербский не говорит пока чувак вот что то блять поколдовал колдун поколдовал надоел ушел джонни смог добавил вас в контакты зачем зачем джонни смог добавил меня в контакты олег ты приедешь куда придешь олег 500 какому-то сороковому что ли 500 они чё так по-сербски звучит да неплохо передайте привет брюсу блять я хочу на польском нахуй как это будет звучать как это будет звучать уже любопытно давай это самое говори быстро не хочет не хочет по-сербски или по какому-то на суахили а на китайский есть там китайский суахили нет но китайский есть как вот сказать ту фразу которую ты сейчас сказал не я боюсь что наверное нет нету как это блять забавно будет есть мы на китайском это начнет произносить а знаешь как мы это сделаем мы сейчас сделаем вот так так я с ним а не брейн а музык олег музыка Муско. Сорубский Алекс Позитивка и Олег Муско. Миска Олеева. Олеева. ГТА сам переводится как. С вами Алекс Позитивка и Олег Позитивка и Олег Муско. Или как это называется? Муско. И это ГТА Уголга. Это ГТА Сам Пуско. Сам Пуско? Хочешь на Панджабе послушать? А Панджабе не переводится, блядь. На норвежском можно? На монгольском хочешь? Там, наверное, вот так будет. Давай, давай. Не, монголы не переводятся. Монголы не хотят, да? Это что, блядь, эти языки вообще... Что такое маратхи? На мальтийском? Не, мальтийский мы не будем переводить. Македонский. Люксембурский. Тоже не переводится. Литовский. Вот литов... Блядь, литовский не переводится. Да ладно, да что ж такое-то, почему? О, латышский. Серьезно экспозитив. Глоке страил ГТА Картера. Что это за загробный мир, блядь, был сейчас? Что за... Это голоса из-за-да. Из-за-да? Из-за-да. Так, вот фоном поставить, чтобы смотреть. А, это люди в Дим Моргане. С какой-нибудь фоном. Гугл зад? Да. Сейчас, интересно, что еще можно выбрать? Какой ты хотел язык? Креольский? Ну, какой-нибудь китайский там или... Корейский, блядь. Ну, какой-нибудь азиатский выберем. Линь, линь, блядь. Что это за линь, линь? Кто у тебя был? Ой, блядь. Алекс линь, линь. Олег линь, линь и Алекс линь, линь. Смотри, вот фраза. Алекс позитив и Олешка брейн в GTA Samp. Так. Вот на корейском. Так. Алекс линь, линь, линь. Ты дям-дям, а я линь, линь. Если что. Дянь-дянь, а линь, линь? Да? Дянь-дянь, и линь, линь. Так и будем здороваться в следующем видео. Здравствуйте, с вами Дянь-дянь, а линь, линь. Мы играем в Samp Samp. Китайский упрощенный. Да проще, блядь, некуда. Я лик, си, жжен, хо, ау, лай, гэ, нау, GTA, ю, гэ. Хэ, 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 нет,층, хэ, блядь. Как рэп китайский прозвучало. Ти-ки-э, лэк, хэ, 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 вот именно Алекс позитив на китайском упрощенном. Я линь, хэ, си, чэн. Ничего с опрощенный, я линь повторяю, я пахну. Да это упрощенный, Алекс, простота в действии. А на кирги... нет, китайский, китайский. Я линь, хэ, си, чэн. А там еще в конце она добавляла Кюн-кюн, как проглот Как будто делает часов Это, наверное, неупрощенный уже Всложненный проглот Каталанский, Алекс, ты знаешь, что такое язык Каталанский? А, ну это испанский, каталонский, что ли? Нет, каталанский Каталония какая, ну там у них же есть Каталония, давай еще вспомним, на казахском Ну-ка Алекс, он, и все Яруба, блядь Алекс, хочешь машину, хочешь, или Где мое пиво, Алекс, позитиво Алекс, позитиво Где мое Мое пиво Сейчас будет угарно, конечно Алекс, позитиво, моя бирра Бирра Бирра, она тебе сказала пиво Алекс, позитиво, где мое пиво Это жесть А я смотрю, ты уже куда-то ушел, да? А я так Не надо, блядь, жалко, что она не может сказать пиво таким угарным этим А то тут что-то наручное Так, хорошо, давай кого-нибудь выберем Кого выбрать Давай кого-нибудь выберем напоследок Подожди, предлагаю выбрать напоследок, знаешь, кого? 619 619? А что там? Не знаю, я его внизу нашел Там машина и золотой Я только что на ней пять минут стоял, смотрел на нее На французском? Игба, блядь, датский, гугажат, грузинский, греческий Шукавуалеши, брейно Чего? Что? Хе-хе-хе-хе Это блядь, это просто... Это чинском лучше прозвучалось Да, он очень созвучный Азербайджанский? Нет, не переводится На французском, да, вариант, кстати? На французском, вот я тебе и говорю Олег-серву Что? Олег-серву Олег-серву Я никого не зову, нет Не надо врать Олег-серву Почему-то ты, Эмилио Фалькона, приехал на тренинскую площадку, ты не знаешь? Олег-серву и Олег-с позитив О-хо-хо-хо-хо Как будто сейчас тебе на лицо чпоньк-чпоньк Как в форнофильме, блядь Знаешь, такой звук О-хо-хо Позити-во То есть, я просто какой-то сервилата, ты значит, позитив Зачем его? Виз За, подожди, нет, нет, нет. Какая пизда. Какая пизда. Еще раз внимательно, внимательно. Олег Сарву и Олег С позитив Пизар Плэй Жэ Тэ Аризонат. Она как будто, как, блядь, как будто она, сука, оргазм хочет получить, знаешь? Это как возбужденная французская телка Гугл Баба. Это гениально просто. Это прекрасно. Это просто божественно. Я думаю, давай уже прощаться будем, наверное. Да, давай. Я на Каповской автомобильке стою и не даю ее укуировать. Сейчас я всем... Ну, пусть она скажет что-нибудь интересное. Давай. А что она сказала? Пускай переводят уже люди, кто знает французский. Да, кто знает французский, пожалуйста, переводите. Я вообще без понятия. Что-то было сказано? Ну, ладно, сам факт. Разберемся в следующей серии. Все, ребята, да. Аризона Брейнбург. Ссылочки в описании. До скорого. Пока-пока. Давайте всем пока. Угорнем еще.